В 42-м он ушел на фронт, прошел от начала и до конца Сталинградскую битву и стал участником Курской дуги. После ранения вернулся на фронт и воевал за освобождение Белоруссии при Балтике. На Дальнем Востоке освобождал Маньчжурию от японских захватчиков. Накануне Дня Великой Победы свой юбилей отметил ветеран войны и ветеран органов безопасности Сергей Фураев. Сергею Михайловичу 105. Во дворе многоквартирного дома в центре Ярославля звучат песни военных лет в исполнении местного коллектива. У каждого жителя соседних домов, как в концертном зале, своя випложа, но главный зритель в первом ряду. На грудь ветерана добавляется еще одна медаль за труды во благо земли Ярославской второй степени, за большой личный вклад в развитие региона. Свои поздравления и благодарность в письменном виде ветерану выразили первые лица страны и области. Поздравить с юбилеем ветерана пришли также соседи и близкие родственники. Не 60, ему столько, как не верится. Как он рассказывал, до Курской дуги 750 везд, они шли пешком, дни, ночи, в окопах провел, две войны, дважды ранен. Молодчак атакую. Единственный остался из трех братьев, все на фронте были, мой отец самый младший. Так что слава ветеранам. Я эту семью знаю очень давно. Это дань уважения, понимаете как. И тем более эти цветочки я вырастила сама, понимаете как. И принесла их от всей души поздравить его с таким праздником. Я желаю всем здоровья, успехов. Мы уже, как говорится, привыкли. И нам это, конечно, очень нравится. Спасибо всем огромное. Спасибо. Всем, кто помнит вот таких ветеранов. Создает вот такой праздник для них. А так бы они вообще зачахли уже, если бы не было вот этого всего. Он чувствует, что о нем заботятся. Ура! Пошли за нами! С днем победы! С днем рождения! 105 шаров улетают в небо.